Это видео и эта маленькая лекция посвящены моменту зачатия, в какой период люди это делают и надо ли это делать в определенный период. Я часто сталкиваюсь как прогнозист с проблемой, когда зачинают детей в неблагоприятное время, а именно нам, православным христианам, нельзя зачинать детей в посты. У нас их четыре – Рождественские, Великие, Апостола Петра и Павла и Успенские. Четыре поста. В этот период зачинать детей нельзя, потому что их будущее будет обременено проблемами, страстями, испытаниями, искушениями, решениями, трудностями, утратами и так далее. В старину это все прекрасно знали, по традиции это время избегали интимные близости, тем более зачатия, хотя мы знаем, противозачаточных не было средств. Люди это делали инстинктивно, наши предки, потому что был порядок. И церковь все время об этом напоминала, что есть время для праздника, есть время для горести. И точно так же есть время для зачатия, есть время для воздержания. Поэтому вот только сейчас, после Пасхи, можно зачинать в апреле детей. И тогда у них все будет хорошо. И будут рождаться дети уже в 23-м году. То есть Новый год наступит, и дата рождения этих детей, которых сейчас зачинают, будет 23-й год. Поэтому много раз подумайте, если вы не хотите своему ребенку проблем, и вы, как родители, должны нести за это ответственность, не зачинайте детей в посты. Есть много времени другого для этого. Потому что если это случилось, то все, судьба этого ребенка будет обременена проблемами, опасностями, лишениями и трудностями. Потому что это обычно дети страстные, чувственные, подтвердаются еще большим искушениям, чем обычные дети. И несут этот грех, блуда, неверного зачатия, неблагословленного, в будущее свое. И дальше по блуду, и по другим смертным грехам, и прочим грехам катятся в бездну. Вот чтобы этого не было, будьте бдительны. Вот сейчас зачинать можно. Это хорошее время. Значит, следующий у нас пост. Это Петра и Павла, он переходный, заканчивается 12 июля. В календаре, посмотрите, когда он начинается в этом году, тоже воздержитесь от того, чтобы в этот период зачинать детей. Чтобы так же не было потом у них проблем. И со здоровьем, и с характером, и с темпераментом, и с пониманием тех задач, которые перед ним стоят, перед этим ребенком. Чтобы этого не случилось, ограничьте их. Это касается христиан православных. Все другие могут зачинать, когда захотят. Они несут за это ответственность, это их проблемы. А у нас такого быть не должно. Кроме того, значит, я сейчас запишу видео про детей 23-го года рождения. Вот сейчас их зачинают, и они будут рождаться в январе 23-го. Тоже важный аспект, и я сейчас об этом расскажу. Еще раз подписываемся, ставим лайки. И еще раз напоминаю, нельзя зачинать детей в посты, в 4 поста, которые я назвал. Рождественские, Великие, Петра и Павла, и Успенские. Воздержитесь, если вы хотите, чтобы ваши дети были живые, здоровые. Чтобы было у них долголетие. Чтобы они управляли духом и волей, характером, своими темпераментами. Чтобы не были жертвами страстей, искушений и соблазнов. Чтобы не несли этот грех дальше. И чтобы в итоге род не выродился, а был крепким. Долголетие, чтобы продолжалось из рода в род. И количественный и качественный результат в потомстве. Желаю нам всем этого помнить и воздержаться. Христос воскресею, воистину воскресею. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok